Субтитры сделал DimaTorzok Серия поворотов Огурец, это было круто Кстати, Антон, он же огурец Огурец, он потому что Ох, серия контроль Потому что он у него на аватарках Всегда огурцы в родной стадии своего развития Отличнейший вид, на самом деле, здесь Ох Чуть не занял человека Антон не любит гонки, на самом деле Он любит гонки для себя Короче, огурец сегодня с утра Вот этот всадил руку, потом Этого всадил руку Дема, как ты это вообще делаешь? Слушай, я катаюсь на реке У нас пошел дождь Так А все так хорошо начиналось Солнышко, тепло Трасса классная Сухая Очень Грязно Звук Очень Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь довольно много трасс К удивлению мы, потому что я про это место особо не знал Но здесь есть три прям действительно крутые трассы прыжковые, скоростные, еще штук пять синих трасс и много зеленых эндуро трейлов, которые еще выше поговорим много. Перепад высоты здесь. Основной перепад, на котором все катаются это 500 метров. Там с 600 до 100 получается сброс. А если выше подниматься, то я так понимаю сброс может быть почти километр. Ну там порядка 900 метров. Что очень круто. И учитывая, что еще здесь до побережья ехать, ну от силы, наверное, минут сорок. Если не особо спешить. И ты уже на берегу океана. Байк парк находится в пяти минутах, наверное, от города, даже меньше. В общем, прям поблизости. На велике доезжается очень быстро. Есть мойки, техремонт. Ну все, что нужно, в общем-то, есть. Жилье не особо дорогое. Мы снимаем апарты за 4000. Ну там могут размещаться 6 человек. У нас поменьше. Но в целом это абсолютно хорошая цена. То есть во многих странах намного дороже стоит проживание. Добраться до Лузы абсолютно несложно. Наиболее как бы мне приемлемый вариант это прилететь в Лиссабон. Это 200 километров отсюда. Там взять машину на прокат и уже доехать сюда. Там буквально за пару часов. А дальше уже кататься. Путешествовать по местным локациям. Здесь очень много интересных мест. Можно так же прилететь, в принципе, и в Порту. За Порту находится чуть ближе. Но из России туда меньше авиакомпании летается. Поэтому чуть сложнее и, видимо, дороже, скорее всего, еще будет рейс. В Португалии сезон практически не заканчивается. То есть зимой здесь, естественно, снега нет. Температура порядка 5-10 градусов. Поэтому вполне комфортно кататься. Сейчас здесь порядка 15 градусов. Это апрель. Бывает теплее. То есть были дни, когда по 22-23 градуса солнца. Просто сейчас именно пошли дожди. Поэтому стало немного грязно. А летом здесь вообще отлично. Единственное, наверное, жирковать должно быть. Но не знаю. Не буду, если нет. Вот так выглядят стартовые ворота. Здесь стоит отсечка. Здесь еще промежуточная отсечка. И вот такая счет идет. Но никто вроде не стартует. Поэтому я пойду вдоль трассы, посмотрю вообще, что там. Чем отличаются обычные локальные гонки от крупных гонок, где много участников? Вот этот поворот еще буквально несколько дней назад был просто идеальный. Сейчас в нем двухметровые волны. Это волны торможения. А еще, я думаю, к вечеру они станут в разу в полтора больше. Как будто луна нацева. Мягенько. Здесь промежуточная отсечка. Два дня назад это было ровное приземление. Теперь здесь ямы по полметра. Еще один крутой участок. Очень техничный. Много поворотов. Маленькие полочки. Нужно попадать. Там много ковырялов. Здесь начинаются большие дуги. И еще дропчики всякие. Приджампы нужно делать. В общем, круто ехать здесь. Пробой. К сожалению, после гонки я не успел записать видео. Потому что очень сильно спешил на самолет. Сейчас я все расскажу. Заезд в целом начался неплохо. То есть я стартовал. Если не считать, конечно, что за 10 человек до меня начался просто сильнейший ливень. Получается, примерно на середине списка. И где-то в середине трассы я увидел красный флаг. Мне пришлось остановиться. Нас остановили в итоге 5 человек. Все, кто находились в это время на трассе. И сначала мы ждали минут 10. Потом нас направили на перезаезд. Это все произошло из-за того, что швейцарец убрался очень жестко на финишном гэпе. Потерял сознание. Поэтому пришлось гонку остановить. Скусившись вниз, я, к сожалению, не успел взять ни новые перчатки, ни маску. Естественно, одежда вся мокрая насквозь. Все мокрое. Ребята, кто-то успел, кто-то тоже нет. Поэтому нас сразу закинули в гусик и подняли наверх. Второй уже, получается, заезд финальный. Такое бывает крайне редко. Вот у меня такое получилось. Случилось, наверное, все-таки. Так правильно сказать. Второй заезд пошел тоже неплохо. Но, к сожалению, в одном из поворотов я упал. Маска запотела. И, к сожалению, было довольно сложно ехать. В итоге я проехал, по-моему, 56-й. С вставанием 38 секунд от лидера. То есть в квалификации без падения по более-менее нормальной трассе вставание было 30 секунд. Ну, можно было ехать, конечно, лучше. Но вот так получилось. Что мы имеем? Да и в целом нормально. Конечно, хотелось бы проехать получше. Но что есть, то есть. В итоге на самолет я все-таки успел. Мы прибыли туда минут за 15, наверное, до закрытия гейта. Вот. И поэтому я вот сейчас в Москве. Вот. И уже скоро вылетаю на Новый Гонг. Не забывайте подписываться на мой канал. Потому что уже совсем скоро там будет разыгран очень крутой приз. Особенно для тех, кто давно мечтал побывать в европейских байк-парках. Вот. Больше пока ничего говорить не буду. Уже, я думаю, через месяц, а то и даже меньше, все подробности появятся в одном из видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok